Здравствуйте, дорогие друзья! Любавический Рэбе в примечаниях к одной из своих бесед приводит историю, которая предлагает нам такой необычный взгляд на жизнь. Смотрите, что произошло. Описываются самые тяжелые дни великого царя Давида. А в шалом его родной сын начал восстание и захватил власть. Жизнь Давида была в опасности. Он был вынужден бежать из Иерусалима с горской приближенных, которые остались ему верны. Возле какой-то горы навстречу Давиду вышел Шиме Бенгера. Начал бросать в царя камни и ругать его. Сторонники Давида хотели казнить мятежника, потому что это бунт против царя. Но Давид остановил их и сказал такие слова. Оставьте его, пусть ругают. Наверное, это Господь сказал ему ругать меня. Давид очень хорошо знал, что за крушением его жизни стоит указ сверху. И он знал, что все сверху. Он знал, что ничего не бывает без неба. И здесь Давид установил новое в основании веры. Человек и пальцем не пошевелит внизу, если Бог не одобряет это действие наверху. А если и так, то за руками любого обидчика, за руками любого, так сказать, ругателя. Это означает, что все к лучшему. Мы не видим этого, но все к лучшему. Сам обидчик несет зло. Но Всевышний дает ему разрешение сделать это. По скрытым от нас причинам. Но эти причины обязательно будут в конце положительными. Возможно, Всевышний ставит его перед выбором, в результате которого проявятся его добрые силы. Возможно, Бог хочет заставить его проанализировать свои действия. Это может быть связано с перевоплощением, реинкарнацией души. Мы никогда не можем обнаружить причину этого. Но за каждым недоброжелателем, врагом или обидчиком, скрывается замысел Всевышнего. А замысел этот не может вести ни к лучшему. Мы должны в это верить. Мы должны верить, как и в то, что изменив себя сегодня, мы меняем не только наше будущее, но и что, но и прошлое. Йосиф помогал своим братьям пересмотреть их память о прошлом. При этом он бросает вызов одному из самых фундаментальных предположений о времени, именно что асимметричности. То есть считается, что мы можем изменить будущее, но мы не можем изменить прошлое. Но так ли это на самом деле? Для братьев он делает очень интересную вещь. События изменили его и его понимание прошлого. Как Бог сказал Машер Абейну, меня нельзя увидеть только со спины. То есть только когда события уже прошли, мы можем обнаружить руку Бога в них. А это значит, что мы не можем полностью понять то, что с нами происходит сейчас, пока не обернемся назад и не увидим, как все вышло. Это означает, что мы не находимся в плену прошлого. Действия в будущем мы можем искупить прошлое и исправить прошлое. Классический пример, вот есть такой знаменитый Стив Джоб, когда выступал в 2005 году в Стэнфорде. Он сказал, что три удара в жизни у него было. Брошенный колледж, увольнение из компании, которую он сам организовал и диагностирование онкозаболевания. Бросив учебу, Джоб мог пройти любой курс, какой захотел. Он посетил курсы каллиграфии. И это вдохновило его на создание своих первых компьютерных, вот таких вот пропорционально расположенных шрифтов. Увольнение из Эпла привело его к созданию новой компьютерной компании, Next, и которая дала ему возможность разработать то, что он забрал с собой и потом создал уже назад в Эпле. А также он приобрел анимационную компанию, самую креативную и самую классную. Диагноз на онкологии привел его к новому фокусу жизни. Это заставило его осознать, как он сказал, такую вещь. Время ограничено, так что не трать его впустую, не живи чужой жизнью. Не обращай внимания на это. Мало бы кто смог отправиться до сады, вызванной увольнением из собственной компании. Еще меньше людей могли бы достичь такого уровня перехода, как он сделал в Эпле, когда вернулся и создал айпод, айфон, айпад. Он знал, что действиями в будущем мы исправим прошлое. Надо подумать об этом. Когда у нас проблемы какие-то, а у кого их нет, этих проблем? Многие из нас только вздыхают, ноют и сдают вот этот тяжкий еврейский вздох. Как много раз мы вздыхаем и говорим, ну что я могу сделать? И что нам это дает? Любавический ребер говорил, жалобы и стоны, больше ничего не получается. Пятый Любавический ребер, Шалом Домбер, сказал уникальные слова. Одно хорошее дело стоит тысячи вздохов. Пусть другие вздыхают. Если это реально ваша проблема, займитесь ей, как говорят мудрецы, решайте ее, работайте над ней, и вы поразитесь результатом. Вы увидите, что любая проблема решаема, если на твоей стороне небо, и ты действуешь. Брахава от слаха, всего самого лучшего.